Всем привет! С вами я Александр Демидович. Сегодня у нас 8 июня 2021 года и сегодня я хотел бы вместе с вами подвести итоги нашему опросу, нужен ли Полтаве памятник Симону Петлюре. Ну результаты я вам скажу с самого начала, они колебались, но сегодня 5 дней об опросу, я думаю уже пора его останавливать и цифра была более-менее стабильна. То есть, два ответа было, нет не нужен и да нужен. То есть я постарался ограничить все, чтобы из излишеств не уходили люди ни влево, ни вправо. Да нужен, ответили 30% пожелавших участвовать в опросе. То есть, грубо говоря, одна треть участников опроса считают, что памятник Симону Петлюре в Полтаве нужен. Ну, я вам скажу честно, довольно-таки для меня сомнительно, нужен ли он. Но давайте постепенно. Когда я проанализировал, кто же голосовал за то, что в Полтаве нужен такой памятник, я увидел немножко странноватую картину. Здесь голосовали и Черкассы, и Львов, и Кременчуг, и Ровно, и даже Мехико. Но давайте уже на это будем смотреть с иронией. Ну, я не первый раз сталкиваюсь, когда провожу опросы такого характера, ну, в таком векторе. И я не удивлен тому, что со Львова могут голосовать, что в Полтаве на Орле должны висеть флаги. Это так. Между прочим, кто следит за моей работой, они уже видели такие опросы и такие ответы. Как всегда, всех переплюнул Дмитрий Демус. Красавец. Этот проголосовал дважды с двух разных аккаунтов. То есть, Дима, ну, блин, ну, что ты хотел этим доказать, я не знаю. Но проблема совсем в другом. Я буквально вчера прошелся по значимым местам. И, вы знаете, я был в очередной раз расстроен и опечален. Эти места мы видим с вами каждый день, проходя рядом. Вот, например, возле Вечного Огня, возле Парка Вечного Огня, есть вот такой монумент. Я вам показываю его. Это такая интерактивная доска там была встроена. Это монумент памяти о погибших воинах в АТО. Дело святое и дело нужное. Но на сегодняшний момент интерактивная доска полностью отсутствует. Ее там какое-то время тому назад разбили, ремонтировали, потом демонтировали. И я вам больше того скажу, не один месяц эта вся эпопея длится. Сам монумент красивый и значимый. И рядом детский парк. Это очень хорошо отражается на воспитании патриотизма у детей. Я свою дочку туда водил, показывал, объяснял. То есть отдать честь погибшим святое на сегодняшний момент. Я считаю, иначе не должно. Также вот я вам показываю еще с этой стороны. Это два монумента обелиска, сделанные самопальным образом. Говорим как есть. Где-то на материалы кто-то собирал какие-то деньги, кто-то прикладывал труд. Но к бюджету, к государству, к чему-то бы то ни было, вот эти два монумента, они не имеют никакого отношения. Это тоже самое, я считаю, значимые места, которые должны быть, мы должны понимать, что произошло в 2014 году и дальше. И должны отдавать уважение. И ничего в этом плохого. Это только хорошо. Но к сожалению, там мы сами видим, в каком это все состоянии. Теперь вопрос. Так что же в первую очередь нам надо? Памятник Симону Петлюри, которого даже наши деды толком не знали. О нем только слышали, что-то читали. Кто-то из историков одно написал, а кто-то из историков другое написал. И что это за человек был, мы, честно говоря, объективно не можем на сегодняшний момент утверждать. Или память об вот этих людях, которые погибли. Которых мы знали лично. Кто-то с ними дружил. Кто-то с ними служил. Кто-то с ними работал. Их нет. Но я считаю, что сегодня самое важное. Помнить подвиг этих людей. Симон Петлюра. Ну может быть он много сделал для Украины хорошего. Ну запомним мы его. Ничего тут страшного военного нету. Но в первую очередь, я считаю, должно быть здесь. А уж потом мы подумаем о Симонне Петлюре. Тем более, я вам скажу честно, что вот эти 30% людей, которые требуют установления этого памятника. Вы знаете, самое печальное то, что большинство из них сторонники сноса других памятников. Другой эпохи. И чего они добьются своим сносом тех памятников и установкой других памятников. Я более чем уверен, пройдет время и то, что они установят, будет точно так же уничтожено. Но другим поколением и другими новоявленными переписчиками истории. Всем хорошего настроения. Пока-пока.